Коллеги, меня зовут Первошина Валентина Олеговна, я психолог Центра профилактики наркомании. Коллеги, пожалуйста, дайте знать, хорошо ли меня видно и слышно, плюсиками, словом, каким-то значком, чтобы я знала, нет ли проблем со связью. Хорошо ли меня слышно и видно? Да хорошо, спасибо. Еще чуть-чуть, буквально минутку, ждем еще. Тех, кто хочет присоединиться к нашему вебинару, пожалуйста, не забываем обозначать, хорошо ли меня видно и слышно, иначе будет некоторый некомфорт. Ну, хорошо, я буду начинать, те, кто приветствуем вас, Жигалова, присоединяйтесь. Еще раз повторю, для тех, кто вновь приходит к нам на вебинар, меня зовут Первошина Валентина Олеговна, я психолог Центра профилактики наркомании. Сегодня не просто день, 26 июня, каждый год отмечается как Международный день борьбы с наркоманией. В любой стране земного шара эта проблема существует достаточно давно, и мы, конечно, тоже хотим поучаствовать в том, чтобы эта ситуация улучшалась. И поэтому сегодня у нас для вас очень важная тема «Расскажи ребенку о наркотиках, пока это не сделали другие». Конечно, мы все, как родители, хотим защитить самое уязвимое, самое дорогое для нас – это наших детей. И мы хотим это сделать. И здесь возникает ряд вопросов. Как же это сделать правильно? С какого возраста начинать говорить о наркотиках? Где взять информацию? Что может быть в помощь? С кем можно посоветоваться? Куда обратиться, если проблема уже есть или есть подозрения на проблему? Вот на эти вопросы мы сегодня с вами постараемся получить ответы. У нас готовы для вас ответы в чате. Вы можете задавать ваши вопросы, но ответить я на них смогу в конце нашего вебинара, чтобы сейчас я во время самой сессии не отрывалась на это. Поэтому пишите вопросы, я обязательно на них отвечу. Также, если будут у вас вопросы, но по времени не успею уложиться с ответами, круглосуточно вы можете задавать ваши вопросы на наш телефон доверия. 8-800-350-0095. Наши психологи готовы помочь вам круглосуточно, бесплатно, анонимно. Итак, расскажи ребенку о наркотиках, пока это не сделали другие. Очень важный вопрос. Когда же следует начинать заводить такие разговоры с ребенком? И тут, наверное, самым важным является то, что каждый родитель должен иметь свою собственную позицию в отношении употребления психоактивных веществ еще до рождения детей. Ваш собственный взгляд, ваши собственные ориентиры будут предполагать и ваше взаимодействие в этом вопросе, ваше отношение в этом вопросе внутри вашей семьи. Ребенок считает это, и поэтому то, насколько вы ориентированы на здоровый образ жизни, будет самым эффективным доказательством ваших слов, когда вы решите поговорить с ребенком о курении, алкоголе и о наркотиках. Когда же лучше начинать? Когда ребенок сможет уже оценить важность ситуации? Когда ребенок может усвоить информацию о наркотиках? Принято считать, что самый продуктивный возраст для беседы о наркотиках – это подростковый период. Но практика показывает, что это уже потерянный большой период времени. Гораздо раньше дети узнают о наркотиках. Ученики начальной школы начального звена уже знают, что такое наркотики. Из телевидения, из разговора взрослых, из того, что они видят на улице. До 4 лет ребенок вообще не адаптирован и не ориентирован на внешние обстоятельства. А вот в 5-6 даже лет, вот уже такой поздний дошкольный период, то есть дошколята, они уже могут задавать вопросы, видя на улице человека не в адекватном состоянии. А что с дядей? А почему так ведет себя тетя? То есть уже проявляется интерес поведения других людей. В школе, в начальном звене, конечно, ребятишки еще достаточно подконтрольны нашей родительской опеке. Они учатся у одного преимущественного учителя с небольшими вариациями на предметы, где включаются еще посторонние люди. Но тем не менее, контроль над ребенком еще на 80% осуществляется. И здесь еще ребятишки сохранили очень высокий уровень доверия к родителю и ко взрослому человеку вообще. Так как они маленькие, еще чувствуют свою зависимость. И они ориентируются на то, как мы себя ведем, что мы говорим, что мы в них вкладываем. Но тем не менее, в вопросе о наркотиках школьники от 7 до 11 лет, мы берем период начальной школы. То есть 1, 2, 3, 4 класс. Они, конечно же, еще очень доверяют взрослым. И поэтому информацию, которую вы им даете о наркотиках, она будет очень с доверием принята ребятишками и закреплена. Младшие школьники, они доверяют не только родителям, они доверяют и другим взрослым, как я уже сказала. Поэтому правильная информация от вас, правильное ориентирование, оно должно быть все-таки компетентным. Вот эта информация, она должна быть компетентной из ваших уст. Что для этого нужно? Проконсультируйтесь у специалистов. Что конкретно можно рассказать ребенку в 7 лет? Сейчас, сегодня в этом вебинаре я хотела бы вас ориентировать на то, что в 7 лет, в 7-11 лет ребятишки могут узнать о наркотиках через бытовые ситуации. Например, когда ребенок заболел, вы можете применить ситуацию и сказать, знаешь, лекарства ты можешь принимать только от рук близких людей, то есть мама, папа, семья, либо от доктора. У посторонних людей никакие таблетки брать нельзя. Сейчас появилась такая тенденция, как наркотические вещества в виде конфеток, жвачек. Поэтому об этом тоже нужно предупреждать, что не любая конфетка, это та конфетка, которая лежит дома в Азии. Она тоже может быть вредной. То есть на уровне как раз вот этого возраста. Что если ты заболел, то лекарства должны тебе давать надежные люди. Если тебя кто-то хочет угостить, не нужно брать у незнакомых людей, какие бы это ни были привлекательные витаминки, конфетки, жвачки, леденцы. Что угодно брать, это нельзя. Также ребенок должен видеть ваше негативное отношение к алкоголю, наркотикам, курению. Ну негативное отношение не в плане критики постоянной, критики других людей, которые находятся в неадекватном состоянии или курят, например. Вы проще высказываете это со стороны бытовой позиции. То есть это нехорошо, когда люди курят. А когда они курят в общественных местах, это плохо. Это очень отражается плохо на здоровье других людей. Здесь вы можете сказать, что пассивное курение намного страшнее для человека, особенно для растущего организма, чем тот человек, который употребляет. Но тот человек, конечно, будет иметь последствия в здоровье. И вы, как подкованный родитель, можете сказать, например, вот смотри, мы с тобой учим стихотворение. Вот я тебе два раза прочитала, и ты его запомнил. Какой ты молодец. Все гораздо сложнее, когда человек употребляет какие-то нехорошие вещества регулярно. У него не такая память, он не так хорошо может это все рассказать. Поэтому нужно защищать свой мозг, нужно защищать свой организм от того, что может его разрушить. То есть это на бытовом таком уровне. Когда ребенок все-таки может поддаться даже уже в начальной школе на какие-то эксперименты, нужно ведь некоторые дети уже и во втором, и в третьем классе, у нас есть такое подтверждение, пытаются курить. Почему они это делают? Ну, кто-то это подражательный такой вот эффект от того, что курит папа, а это значимая персона, либо старший брат, которого он уважает ребенок, либо просто это любопытно. Как-то я наблюдала такую ситуацию в детском садике. Три мальчишки спрятались под горку, воспитатели видят их со спины, но не видят, что они делают. Они сидят, все втроем запихали палочки в рот, и они сидят курят. И я спрашиваю через забор у ребятишек, что вы делаете? Они говорят, мы курим, это круто. А почему это круто? Потому что мы мужики. А кто крутой мужик, который так делает? Мой папа. А другой мальчик, который рядом сидел, говорит, а мой папа не крутой, он так не делает. Бросил палочку и ушел. То есть вот здесь явно было видно родительский авторитет. Родительское влияние уже вот на ребенка своей жизни. То есть конкретный жизненный вот такой вот ориентир. Поэтому, когда разговариваете с ребятишками начальной школы о том, что, возможно, кто-то может предложить, не нужно это делать сразу, расскажи мне. Так как, как я уже говорила, уровень доверия очень высокий у начальной школы, у школьников, то им очень легко будет рассказать вам, поделиться тем, что они, допустим, что-то видели сегодня или кто-то что-то им предложил. Вот это как раз и будет говорить о том, что у вас достаточно доверительное отношение. Как себя вести в этот момент? Ни в коем случае не стоит запугивать ребенка. Только попробуй мне. Вот только попробуй. Не дружи с тем мальчиком. То есть пытаться влиять негативом, задавливать ребенка. Это совершенно неэффективный метод. Вот эта доверительная база, которая есть у ребенка и еще не рассеялась, она будет подорвана. Ребенок будет знать, что если вдруг он оступится, станет интересным, он подастся своему интересу, то он не может рассчитывать на поддержку родителей. Он не может уже прийти и сказать, он будет бояться. Что это повлечет? Это повлечет за собой ложь. Если вдруг вы учуете запах никотина, а ребенок будет помнить ваши агрессивные слова, ваши агрессивные реакции, он будет думать, что нет, здесь меня не защитят, здесь со мной разберутся. И даже если это будет единственный раз в жизни, это будет вот такой тайной, которая потом спровоцирует еще большие тайны, то есть доверительный мостик, он будет разрушен. Поэтому остерегайтесь угроз, они неэффективны, и ничего кроме потери вашего авторитета и чувства защищенности для ребенка не даст. Переходя к ребятишкам более старшего возраста, как раз те, что мы называем подростками. 12-15 лет, наверное, самая такая вот скорая на эксперименты категории ребятишек. Когда уже начинается 12 лет, средняя ступень образования в школе, когда очень много учителей разных по разным предметам, когда уже уровень личного пространства у детей расширяется, когда родительский контроль все меньше и меньше, становится уже где-то процентов, может быть, 60 на 40 или 50 на 50 остается. То есть ребенок уже больше предоставлен сам себе, у него есть свой график, вот здесь как раз и может возникнуть пара экспериментов. Ну и плюс еще активное взросление, динамичное развитие событий, интерактивное детство у наших детей, доступность гаджетов и море информации, которую фильтруют только они сами, потому что мы не в состоянии за этим уследить. Они, конечно, подталкивают на эксперименты. И здесь уже родительский контроль в 12-15 лет, который мы стараемся сохранить еще с начальной школы, он уже воспринимается как-то чуть так напряженно. Уже не столько много рассказов, может быть, о том, как день прошел, как обычно наши дети откликаются. Как прошел день? Нормально. Нормально. Он ответил, но он ничего не сказал. Это самый распространенный ответ. Ну, вы как заинтересованы родители. Расскажи, а что было нормально? Что тебя порадовало в этом дне? А что огорчило? А что было нового? А что было такого, что тебе было интересно, но раньше ты об этом не знала? Вот сегодня у тебя появилась информация на эту тему. Беседуйте. Беседуйте так, чтобы у ребенка не было возможности ответить вам просто да или нет. Все было хорошо? Да. Было что-нибудь плохое? Нет. Это не диалог. Это диалог, но очень скупой диалог. То есть информации для вас никакой. И для ребенка это, в общем-то, никакой такой вот нагрузки в плане общения не несет. Ему не надо действительно отвечать то, как он провел день. И это формирует у ребенка еще большую дистанцию от родителей, что моя жизнь – это моя жизнь. А подростки отчаянно нуждаются в личном пространстве. И говоря о среднем звене общеобразовательной школы, это, конечно же, уже выходит на первый план. Очень много начинают занимать место в жизни подростки. Это авторитет среди ровесников. А ровесники, вот то, о чем как раз мы сегодня говорим, совершенно разные. Хорошо, если ваш ребенок увлечен сам чем-то и его окружают такие же ребята. Но даже и при этом все равно жажда эксперимента, она никуда не уходит. Они учатся жить, им интересно. И это нормально. Это нормально, что они хотят знать больше, чем им дают родители. Чем им говорят при педагоге в школе. Чем с ними делятся в общеобразовательном учреждении в рамках общего педагогического процесса. И поэтому здесь вот нам важно сохранить доверительные отношения. И плюс к этому самим, как родителям, развиваться и расти за нашими детьми. Нам нужно успеть переключаться с одной ступени взросления своего ребенка на другую ступень. Вроде бы это понятные вещи, но почему-то беседуя с подростками, очень часто можно слышать. Меня раздражает, когда мама все еще уси-пуси со мной в отношениях проявляет. Что ты имеешь ввиду под уси-пуси? Она может поцеловать меня при моих друзьях. Для нас это материнское, что-то такое вот обычное дело. Да и для остальных ребят тоже. Но друг перед другом уже их статус взросления это очень плохо переживает. Все-таки они уже начинают требовать к себе более взрослого отношения. Они хотят, чтобы с ними считались. И подростки отчаянно нуждаются в доверии. Отчаянно нуждаются. И поэтому, когда мы боимся ослабить контроль, то мы порой перегибаем палку, как родители. В том плане, что где ты был. Особенно, если нам не нравятся друзья нашего ребенка. Категорически нельзя критиковать друзей. Даже если действительно есть за что. Может лучше обсудить с ребенком. Допустим, мне твой друг, вот тот Алексей. Он кажется каким-то необычным. Правда? Выбирайте слова, но не критикуйте. Потому что, возможно, тот друг сейчас для него очень важен. Вы тоже важны. Но вы у него есть всегда. И вы как само собой разумеющийся. Отношения с тем своим товарищем очень хочется удержать. Потому что он чувствует какой-то потенциал в том своем друге. И он тянется к этому потенциалу. И если ребенку критиковать этого друга очень резко. И с позиции своего взрослого опыта. То просто потеряете контакт. Он не будет вам о нем рассказывать. Или будет рассказывать то, что вы хотите слышать. Дети очень хорошо адаптируются под наше настроение. Под наши запросы. А должно быть как раз наоборот. Адаптироваться под запросы и интересы наших детей. Это наша задача. Это наша обязанность. Но тем не менее, сохранять позицию авторитета родителя очень важно. Как мы это можем сделать? Во-первых, развиваясь сами. Мало просто почитать что-то где-то. Или посмотреть фильм. И считать себя компетентным. Вопросов наркотиков. Почему бы, допустим, не выйти на сайт с наркологом. И не задавать там вопросы. Даже если этой проблемы еще нет. И это самое важное. Задавать вопросы, пока проблемы еще нет. Вы услышали информацию где-то, что-то, о каких-то видах новых наркотиков. Вы не пролесните ее. Вы заострите на ней внимание. Потому что наши дети в школе знают информацию намного больше. Потому что у подростков уже гораздо больше информации о наркотиках, чем у нас. Так как у них перед глазами появляются случаи употребления алкоголя, курения и других запрещенных веществ уже среди ровесников. В этом возрасте такие ребята уже есть. И в зависимости от того, насколько ваш ребенок изнутри семьи ориентирован к этим богатым привычкам, он уже будет реагировать на эту ситуацию. Отойдет в сторонку, категорически не согласится. Либо примет это как эксперимент. Почему бы нет? Либо все-таки останется на нейтральной позиции, шаткой позиции, но все-таки она сохраняет какое-то время еще ребенка. И там уже вопрос того, что насколько более авторитетный придет ровесник в глазах нашего чада. Насколько он более лояльно преподнесет информацию о наркотиках, предлагая попробовать. Тут уже вот эта усредненная позиция. Мы не знаем, куда она может качнуться. Поэтому как раз в этом возрасте очень важно для нас все-таки действительно развиваться. Если же ваш ребенок с вами поделился, что ты знаешь, мама, папа, я знаю парня, девчонку, они какие-то пакетики носили. Или они откровенно курили. Или они рассказывали, как мама с папой нашли у них сигареты. Обязательно заострите на этом внимание. Просто проявите интерес. И что было дальше? А что это было? А что тебе рассказывали? Что это за вещества? А сами они их пробовали? Расспросите как можно больше об этом. И спросите обязательно у ребенка, что он почувствовал, когда это узнал. Ему стало интересно. У него появилось отвращение. Его это увлекло. Пусть он расскажет о своих чувствах, потому что это основа его реакции на новое событие. Поэтому это очень важно для вас. Спросите у ребенка, как у него вообще в классе дела. Как в его классе относятся к наркотикам, к употреблению наркотиков. Что об этом говорят? Как они это обсуждают? Как сами ребята, может быть, создают эти темы в своем кругу? Возможно, это обсуждается с педагогами. Если об этом говорит педагог. Что отвечали другие ребята? Что ты об этом думаешь? А ты участвовал в дискуссии? И в результате, к чему вы пришли? Было ли это интересно? Что нового ты узнал об этом? Задавая больше вопросов, вы, слыша ответы, во-первых, даете ребенку понять, что вы готовы его слышать в любой ситуации. Во-вторых, ребенок видит то, что он может рассказать спокойно о том, с чем он сталкивается. Если в следующий раз он вам скажет, что мне попробовали, дали попробовать, вот он у меня есть, вот этот какой-то пакетик, я не знаю, вроде бы и боюсь, вроде бы и интересно. Это уже будет показателем того, что все-таки вот этот взаимный диалог, он дает результаты. Но настораживать должно то, что ребенок вообще взял этот пакетик. Поэтому дайте понять ребенку, что в вашей семье готовы обсуждать эту проблему, что в вашей семье негативное отношение к наркотикам, и что вы готовы помочь вашему ребенку всегда, даже если случится беда. Но вы бы и не хотели, чтобы эта беда пришла в ваш дом. Но если вдруг каким-то образом это случится, он может на вас рассчитывать. Таким образом, узнав позицию ребенка из его школьного окружения, вот его отношение в школьном окружении к наркотикам, к употреблению, к самому, наверное, существованию таких веществ, вы будете осведомлены, где какие бреши есть в отношении к психоактивным веществам, конкретно у вашего ребенка. Он может говорить, что ничего страшного, если курить, все же курят. Конечно, особо трудно говорить ребенку о том, что есть вредные вещества для них, когда вы сами употребляете. Почему еще в начале я и сказала, что еще до рождения детей надо все-таки определить свои собственные позиции. Если даже вы курите, и ребенок это хорошо знает, вы не можете ему сказать, что это вредно, и все, и прекрати. И ни в коем случае в подростковом возрасте не стоит ребенка запугивать. Сказать, что я, если узнаю, на одну ногу наступлю, за другую дерну, голову отверну, ну и весь спектр эмоций, которые мы можем вылить на ребенка. Если это вылить, то ну что ребенок подумает? То есть взрослым можно все, и взрослые говорят не так, как делают. Ну понятно, что доверия тут никакого не может быть, но также формируется еще один очередной ориентир. Можно говорить одно, а делать другое. И все так живут. По крайней мере, мои значимые люди именно так и делают. Среди подростков очень многие говорят, что мама моя или папа мой, когда узнали, что я курю, сказали, ну раз ты куришь, это твое дело, мы зарабатываем на сигареты сам. Конечно, проигрышная эта позиция, не стоит ее такой занимать, это вроде бы нам и понятно. Но когда с родителями мы потом беседовали, почему был такой ответ, такая реакция на эту ситуацию? Родители честно признавались, я не знаю, что сказать. Я действительно сам или сама курю, я не знаю, что сказать. Единственное, чем смогла припереть к стенке, так это зарабатывай сам. Я же знаю, что он нигде не заработает. А у ребенка уже, уже, как бы вот, но стойкое убеждение того, что вот он курит. И если не было услышано от мамы с папой, конкретно прекрати, скажи, чем тебе помочь. И постараться выяснить, а что способствует тому, что ребенок начал курить. Ведь по большому счету, любые психоактивные вещества, употребляемые человеком, особенно ребенком, любого возраста, от первоклассники до 18-летия, любые психоактивные вещества употребляются с одной единственной целью. Это заглушить психоэмоциональный дискомфорт. Ну, просто в этом возрасте у детей не бывает таких болей, таких хронических, продолжительных и сильных болей, которые нужно вот действительно гасить какими-то медикаментами или еще более радикальными средствами. Ну, конечно, мы понимаем, что это не имеет отношения к хроническим заболеваниям, где ребенок лечится медицинским законным путем. Мы говорим о ребятишках, которые в бытовом плане вполне стабильны, в физическом плане они здоровы. Для чего им тогда эти эксперименты? И если это не разовое употребление, а все-таки уже на протяжении какого-то времени этот ребенок пытается успокоить свой психологический дискомфорт какой-то. Да, мы не исключаем пару экспериментов. Мы о ней говорили. Это да, это однозначно. Но эксперимент, он раз, ну два хорош. Либо одно вещество покурить, потом выпить пиво, или там коктейли, сейчас большое разнообразие. И на этом все. Это вот тот опыт, на основании которого ребенок делает какое-то свое заключение. Мне это надо или мне это не надо. Но все-таки причина, первая причина, откуда? Ведь действительно мы знаем, что те вещества, которые влияют на нервную систему ребенка и человека вообще, получаемые через никотин, алкоголь, наркотики, они дают эффект, иначе они бы не были настолько опасны. И они дают тот эффект, который ожидается. Для ребенка это очень просто. Сейчас стало большой проблемой дышать газами, нюхать клей. Это доступно. Это гораздо проще, чем купить сигареты или тоже пиво несовершеннолетнему ребенку. То состояние эйфории, то состояние, которое они испытывают какого-то даже облегчения. Оно может и не настолько облегчения, сколько уход от тяжелой травмирующей ситуации. Она может быть острой в семье. Она может быть и не в семье, а в отношениях с ровесниками. Но как один ровесник обидел, допустим, и как-то там планку самодостаточности задел у ребенка, принизил его как-то при людях или просто его пренебрегает, так другой подросток может предложить выход, потому что сам в такой ситуации находится. Вот это вот и объединяет. Тебе плохо, мне плохо. Тебе почему плохо, мне потому, а тебе почему, а мне потому. А я знаю средства. Я узнал средства, а тоже кто-то предложил. Так все по цепочке и идет. Но это в любом случае какой-то психоэмоциональный дискомфорт. Вполне уверенному в себе ребенку, который любим, который принят в семье, которому всегда рады, на которого всегда хватает времени. Ведь дети по большому счету судят о любви к себе со стороны родителей, не по социальным благам, которые им дает родитель, а по тому времени, которое они ему уделяют. Возможно, это будет не пять часов в день, так как это невозможно с целью. Ну, наша занятость нам это не позволяет. Но даже и полчаса продуктивные беседы, каких-то очень таких теплых отношений, чай, ужин, прогулка, обсуждение какого-то события, либо планирование какого-то события. Вместе в семье они дают намного больше позитивных стимулов для ребенка, чем много-много полезных и иногда полезных в кавычках вещей. Ну, например, к гаджетам это можно отнести. Поэтому, ну, общайтесь с ребятишками, общайтесь с детьми и общайтесь на их уровне. Растите вместе с детьми. Дети, которые очень легко увлекаются, обычно это творческие ребятишки, они склонны видеть даже в негативных вещах какие-то свои краски. Вы лучше знаете своего ребенка. Ведь как и все наши дети, как и мы взрослые люди, мы все делимся на три типа восприятия этого мира. Мы все живем в этом мире через собственную призму восприятия. Есть аудиалы, они видят, они слышат этот мир. Есть визуалы, они видят этот мир, они оценивают его через образ. А есть кинестетики, те люди, которые чувствуют, очень интуитивные люди. Ведь если спросить у любого человека, и в том числе у ребенка, о каком-то конкретном событии, если он аудиал, аудиал, если он, он скажет, да, я слышал, мама, ты слышала, что происходит? Если это визуал ребенок, я видел сегодня рекламу, или я видел статью там, или я видел в Инстаграме заметку, он будет говорить, я видел. Он проецирует свое восприятие этого мира. Вы пользуетесь этим. Ребенок кинестетик, как раз больше из которых творческих людей, он скажет, а вы вообще чувствуете, как это неприязно? Или, а вы вообще чувствуете, вот как это было радостно, вот какое-то такое событие? Слушайте своего ребенка, чтобы его язык восприятия вам был знаком. Послушайте сами себя, что для вас наиболее эффективно в принятии информации. Это будет вашим инструментом. В разговоре с ребятишками, с детьми, с нашими, для нас они, да, всегда ребятишки, но тем не менее мы признаем, что все-таки они растут. Они отвоевают свое личное пространство, они закрывают двери в свою комнату, они паролят телефоны, они слушают какие-то свои музыкальные произведения, либо вообще переговоры, голосовые сообщения в наушниках. Они защищают свою личную территорию. Это нормально, это нормально. Им предстоит это делать всю свою жизнь. Но вот от того, как они это делают, мы можем уже, наверное, проанализировать себя, свои отношения с ним. Просто прикрытая дверь в комнату, это одно, закрытая на замок, это совершенно другое. Вам не доверяют, вас не хотят пускать туда, где уже что-то началось сугубо личное, и что он очень от вас хранит. И ведь не факт, что это что-то плохое. Он просто не хочет что-то обнаруживать перед вами. Уважайте это, уважайте. Просто договоритесь. Давай так, если ты вот занят там у себя, и я хочу к тебе войти, я постучусь. Но ты, пожалуйста, открывай мне сразу. Договоритесь об этом. То есть учитесь договариваться. Самый эффективный метод взаимодействия с детьми это дружеско-партнерские отношения, которые формируют, в свою очередь, наш авторитет. Авторитет взрослого человека. Когда ребенок чувствует, что друг, родитель, когда ребенок этому другу доверяет, отсюда и формируется авторитет. Это человек, которому я доверяю, который будет действовать всегда так, чтобы мне было лучше, который может понять, и с которым я имею право на ошибку. На ошибку имеет право. Поэтому наша задача, почему профилактика намного эффективнее, чем уже решение самой проблемы. Потому что профилактику можно обсудить. Можно выслушать разность мнений. Можно вывести общую формулу для всей семьи. Можно даже принять какой-то закон, кодекс внутри семьи. Это тот период, когда еще все обсуждаемо. И когда каждый имеет право голоса. Когда проблема уже пришла в семью, здесь все гораздо сложнее. Здесь приходится действовать по факту. Если не было вот этого периода профилактики, действовать по факту адекватно практически нереально. В 12-15 лет дети, еще дети, но уже и взрослые, они себя детьми не считают. Но мы-то понимаем, что еще опыта недостаточно. Ответственность не сформирована, потому что им еще не приходилось в достаточной мере с этими последствиями своей ответственности сталкиваться. Вот только в разрезе школы и каких-то там секций, домашних обязанностей. Получил два ответственности за это. Пропустил занятия в спортивной секции. Ответственность такого плана. Не выполнил домашнюю какую-то работу. Ответственность такого плана. Но та ответственность, которая своя собственная и личная, она хромает, она еще не сформирована. То есть когда ребенок сам может принимать за себя решение уже с полным анализом. И когда вы беседуете с детьми вот 12-15 лет, хорошо бы им объяснить. Ты, конечно, можешь рискнуть сделать то или другое то, о чем мы тебя предупреждаем и говорим, что этого не должно быть, это нехорошо, это будет пагубно для тебя. Ты можешь делать выбор. Делать тебе или не делать. Что бы это ни было. Выбор делается каждый день в разных ситуациях. Но знай, что твоя ответственность за твой выбор ляжет только на тебя. Выбор ты сделать можешь. Но то, что ты не можешь выбирать, это последствия твоего выбора. Уже что будет, то и будет. С тем и придется жить. Короткий промежуток времени, либо это на года. Вот на это надо детей ориентировать. Они очень хорошо понимают, они слышат. Они гораздо умнее, чем мы думаем о них. Это мы преуменьшаем их, наверное, потому что мы не хотим их подольше от себя отпускать. Либо наоборот, хотим резко сделать их взрослыми. Что бы он там много не совершал ошибок, загрузим его в пять кружков. Уроков много, еще пять кружков. Загружать надо. У ребенка не должно оставаться праздного времени для того, чтобы ему стало скучно. Но и нагрузки должны быть адекватными, иначе ребенок чувствует, что он машина для реализации желаний своих родителей. У него не остается время просто на обычное детство. Поэтому, распределяя нагрузку на своего ребенка, все-таки сделайте особый акцент на то, насколько вы много сможете с ним быть. Вас намного и так не допустят уже. Поэтому то время, которое у вас остается между кружками, уроками, домашними обязанностями и просто его личным свободным временем, будьте вы как можно качественнее в жизни ребенка. И поэтому разговоры в 12-15 лет, помимо того, что вы должны владеть четкой информацией о проблеме, которую хотите обсудить, вы должны быть готовыми принять, возможно, не ту точку зрения, которую вы ожидали увидеть от ребенка. Например, вы можете подобрать удобный момент и просмотреть фильм о наркотиках. Такие фильмы в интернете есть. Также и на младших ребятишек это можно распространять. Но там не фильмы, а скорее мультики. Но большая просьба, особый акцент на то, чтобы перед тем, как смотреть с ребенком фильм или мультик, просмотрите его сами. Оцените через призму взрослого, опытного уже восприятие, насколько этот фильм будет полезен. Очень много всего в интернете, но тем не менее должно отсутствовать конкретное указание на то, как использовать запрещенные вещества, способы употребления. И не должно быть непонятных слов. Непонятные слова не дают ребенку никакой информации. Они просто идут общим шаблонным таким текстом. А как раз и в них кроется смысл. И нужно, чтобы ребенок это понимал. Поэтому просматривайте сами предварительно. Конечно, это малоприятные фильмы. Я бы не хотела, чтобы вы пользовались художественными фильмами. Хотя есть и такие, но все-таки это надо смотреть фильмы тоже вместе и сразу обговаривать эти ситуации, делать поправки. Потому что художественный фильм художественный фильм. Но у нас очень много качественных документальных фильмов о наркотиках, в том числе и для подростков. То есть можно сориентироваться конкретно по возрасту. Если возникли сомнения, подходит ли этот фильм для такого-то возраста или нет, опять же советуйтесь со специалистами. Есть очень много бесплатных чатов, где вы можете спросить совет у нарколога, у психолога. Вы можете опять же снова позвонить на наш телефон доверия в Центр профилактики наркомании, который работает круглосуточно, бесплатно, анонимно для вас. Мы готовы вам помогать. Мы рады это сделать. Только возьмите все, что доступно для вас и пользуйтесь этим. Для того, чтобы вести беседу с ребенком как-то в таком вполне доброжелательном ключе, не хватайте ребенка и не садите его за беседу тогда, когда вам это посчиталось удобным. И, по-моему, подходящий момент. Знаете, как у ребенка вообще дела, какие планы, какое настроение. Вроде бы это и понятные вещи, но когда это так, вот проходят какие-то лекции, вебинары, очные консультации, родители послушали, для себя пометки сделали, пришли домой, иногда быстренько, не откладывая, поел, не поел, пошли, у меня есть к тебе разговор. Ребенок с бухты-барахты это вообще может воспринять непонятно как для себя. Особенно если вот такие вот душевные беседы им не приняты в семье, а тут его схватили, что получается, что моя мама или мой папа где-то чего-то перепугались, а сейчас еще очень много фейковой информации по мессенджерам распространяется о наркотиках, вот в той-то школе, то-то в этой-то школе, это и сказала, это вот информация директора или еще якобы из достоверных источников. Дети же тоже это все видят, они тоже в курсе всего этого, и вот они это воспринимают как перепуганного родителя, который быстренько хочет из ушата вылить информацию на ребенка, и все, ребенок, делай правильные выводы и живи правильно. Все. Когда это разовая, вот такая вот скомканная беседа на эмоциях после полученной информации, это тоже не совсем эффективный метод. Ребенок, скорее всего, будет больше думать, это вообще к чему все было. И хорошо, если у вас доверительное отношение, спрашивают, мама, что случилось? Почему это так? Да тут скорее, наверное, больше ребенок вас будет успокаивать. Ну, а в противном случае все-таки это будет, ну, вот пришла какая-то страшная информация, пугалочка такая, на моих родителей это сработало, ну, ладно, все понял. Ладно, все понял, все хорошо. Это вот что касается 12-15 лет, то есть основные критерии дружеско-партнерские отношения в семье, вообще открытость в обсуждении любых вопросов. Ведь действительно, они же очень рано задают неудобные для нас вопросы, но если вы не готовы ответить сейчас, вы можете прямо сказать, знаешь, я сейчас не готова ответить на твой вопрос. Дай мне время, мы вернемся к этому разговору, и мы обсудим это. Подготавливайтесь. Но не надо что-то вытягивать, потому что порой дети знают намного больше нас. И уже переходя к ступеню, уже, ну, скажем, таких вот старших классов, да, 16-18 лет, у нас вообще этот диалог может начаться самым необычным образом. Мы можем спросить нашего уже такого вполне зрелого подростка, знаешь, Алексей, я хочу поговорить с тобой о наркотиках. И в ответ мы можем услышать, что ты хотела знать, мама? не то о чем, о чем именно, что бы ты хотела сказать, о чем бы ты хотела узнать, мама? Потому что в 16-18 лет уже это, конечно, совершенно другая ступень отношений, именно в детско-родительской среде. Здесь у подростков уже идет борьба за самоутверждение. И даже порой, если они с вами полностью согласны и понимают, что вы говорите правильно, и правильные вещи, реакция отрицания на первый момент, это вполне естественное для них может быть. Они это воспринимают как то, что их все еще как маленьких котят пытаются воспитывать, а мы сами все знаем. Но если нет постоянных диалогов, то как раз подросткам это все так и воспринимается, что я достаточно уже взрослый для того, чтобы разобраться, что такое наркотики, нужны они мне или не нужны, а мне вот тут вот так вот резко, значит, выдают информацию для пятого класса о наркотиках поговорить. Ха! Они внутри могут усмехнуться. Ха! Я о них знал еще в шестом классе. А сколько моих друзей уже имеют проблемы, стойкие проблемы с наркотиками. Поэтому здесь вот надо на это ориентироваться. Скорее всего уже в этом возрасте вы знаете тех ребят, которые окружают вашего ребенка, которые стабильно курят, часто выпивают. Возможно, вы знаете о их семьях. Вы, конечно, будете беспокоиться. Вы так же, как и в ранний возраст, будете пытаться все-таки побольше знать об этих друзьях. Но вот здесь подросток 16-18 лет еще больше будет беречь и защищать свое личное пространство. Ма, он нормальный и даже может обидеться. Совсем на вроде бы безобидный наш вопрос. А почему он курит? А почему он курит? Ты мне скажи, почему он курит? Ему 16 лет. Где он берет деньги на это? А что думают его родители? Не надо засыпать подростка этими вопросами. Он не будет на них отвечать. Не будет. Он найдет возможность уйти от этого разговора и будет находить ее всегда. Но у нас возникает чувство тревоги. Но как же? Такое окружение не может не влиять на моего ребенка. Надо что-то делать. И что начинают делать родители уже такого старшего подростка? Они начинают ограничивать его свободу. Туда не пойдешь, они уже дольше гуляют на улице и могут где-то не ответить на звонок маме. Нас это еще больше беспокоит матери и отцов. Мы начинаем ограничивать ребенка. Ограничивать в пользовании гаджетов. Выходов куда-то. либо мы можем корректировать их отношения с кем-то. С тем хорошо иди, с тем не иди. Тем самым мы создаем платформу для того, чтобы наши подростки нам врали. И они это сделают. Они это сделают со свойственной им фантазией, с честным взглядом прямым, со всеми другими атрибутами, которые позволят им сохранить их личное пространство. Потому что честно надо сказать, что в 16-18 лет разговор с ребенком о наркотиках уже поздновато. Уже нужно наверное больше говорить о последствиях этих наркотиков, о том, что лично ребенок думает на этот счет. Теперь уже в 16-18 лет как можно больше нужно перекладывать ответственности на самого ребенка. Уже в этом возрасте очень многие могут заметить, что все-таки ребенок корит. И паника, крайние эмоции, конечно, тут это не наши помощники. Садимся и разговариваем. Очень трудно, как я уже говорила, какие-то нотации читать, которые совершенно бесполезны. Нотации, угрозы, запугивания какие-то, несуществующие мифы о том, что будет именно с вашим ребенком, именно с ним, с другими нету, но именно с вашим, потому что наша фантазия тоже работает порой, нам же хочется быть убедительными, мы тоже включаем свою фантазию. И здесь мы проигрываем в том, что применяем все вот эти методы угрозы, нотации, еще что-то, мы подразумеваем только монолог. А как раз вот здесь должно быть больше диалога и, наверное, обратной связи. Теперь уже вполне вашему подростку можно сказать, знаешь, ты приближаешься к тому моменту, к моменту совершеннолетия, когда только ты можешь решать, что с тобой будет, и только тебе нести последствия за твой выбор. Если раньше мы об этом предупреждали, то теперь мы эту ответственность можем возложить на своего подростка. Но я опять же, подростки, повторюсь, отчаянно нуждаются в доверии. Иногда, иногда они совершат необдуманные поступки только потому, что хотят нам доказать свою взрослость, которую мы отчаянно пытаемся не видеть. Они очень нуждаются в доверии, они нуждаются в уважении. 16-18 лет это взрослые люди, это уже взрослые люди, ведь многие уже могут работать. Но почему мы доверяем им выполнять работу взрослых людей, когда они подрабатывают летом, но не доверяем им выбирать самим какие-либо там отношения. Мы можем это обговаривать, мы не можем диктовать. Быть другом ребенку, это не значит, что поддерживать как его друг во всем, быть другом ребенку, это понимать его, слышать его, но все-таки быть на ступень высшей и иметь возможность сказать, знаешь, много близких людей может быть на свете, но есть те, кто действительно переживает за тебя, и ты не сердись на меня, пожалуйста, если в чем-то, может быть, я перебарщиваю, я просто за тебя переживаю, потому что я люблю тебя, и он будет чувствовать свою ценность, иногда подростки перестают употреблять психоактивные вещества только потому, что увидели мамины слезы, это хороший показатель уважения к родителю, вот она состоялась пора эксперимента, вот такой получился результат, и это хорошо, когда так получается, но тем не менее постоянно одной и той же методикой мы пользоваться не можем, поэтому уже несколько раз было сказано развивайтесь, обсуждайте проблемные вопросы с вашими детьми, наркотики это, другие сферы ответственности, что в мире происходит, пусть они анализируют, и вы как проводник по этой жизни, есть позиция взрослого человека с каким-то жизненным опытом, есть его позиция, посмотрите эту параллель, где они совпадают, где не совпадают, объясните почему они совпадают, но примите его точку зрения, поддерживайте, не раздражайтесь, если ребенок совершенно в противоположном направлении мыслит, чем вы, это его мысли, но дайте ему возможность убедиться, что он был неправ, или что он был прав, опять же я не перехожу к той крайности, что разрешите попробовать ребенку, никогда, никогда не ставьте четких запретов, если ты, если я узнаю, что ты, ребенок сразу подведет итоговую черту, я здесь не нужен, я здесь нужен, пока я устраиваю своих родителей, пока у меня хорошие отметки, пока меня хвалят в спортивной секции, пока я не доставляю проблем, если что-то будет с моей стороны, неудобное им, я стану чужим, поэтому вот этого перекоса быть не должно, поэтому просматривайте вместе фильмы, обсуждайте какие-то ситуации, возможно в семье какие-то ситуации есть, страдает алкоголизмом, либо еще что-то, спрашивайте, как ты думаешь, что бы было эффективно в этой ситуации, как ты думаешь, вот когда та вот семья реагировала на проблему того-то члена семьи так-то, как ты думаешь, это было правильно, или может быть можно было как-то по-другому, обсуждайте эти темы, пусть говорит больше подростков, что делать, если контакт с наркотиками уже состоялся, и это подтвержденный факт, конечно, это вызывает панику у родителей, естественно, это отражается и на детях, и теперь родители как-то даже перестают быть для него помощниками для ребенка, потому что они растеряны, они сами растеряны, и так, если у вас появилось подозрение о том, что ребенок что-то употребляет, задавайте ему как можно больше вопросов, причем не надо свои подозрения как-то вот издалека вот так вот подводить к ребенку, задавайте вопросы прямо, иначе это будет как-то проецировать вашу собственную неуверенность, когда вы так вот как-то знаешь, может быть, нет, вы родители, у вас есть четкий запрос, у вас есть сомнения, задавайте вопросы прямо, но не категоричные и не в негативном конспекте, вы спрашиваете, вы спрашиваете с интересом, слушайте, смотрите, наблюдайте, как ответит на это ваш ребенок, узнайте, насколько много в том учебном учреждении, где находится ребенок, поднимается вот этих тем, как раз о наркотиках, о зависимостях, есть ли там волонтерское движение, что он об этом думает, интересно ли это ему, если факт состоялся, иногда это очень детям помогает, чем больше они узнают информации о этих пагубных последствиях употребления психоактивных веществ и начинают в это вливаться и помогать другим, это тоже является очень хорошим терапевтическим инструментом, возможно так, но, конечно, когда сама проблема обнаружена и приняты все необходимые меры, что можно сделать к родителю, который уже имеет факт на лицо, что ребенок употребляет, либо очень сильно подозревает, обращайтесь за помощью, за помощью к наркологу, у нас в Иркутске, там можно сделать на сударево 6, вообще государственная наркологическая служба, она вся гарантирует анонимность, вы можете как с ребенком обратиться к наркологу, так и без него прийти посоветоваться, что мне делать, у меня какие-то подозрения, опять же, повторюсь, вы можете позвонить на наш телефон доверия или другие профильные телефоны доверия, но идите за советом, не пугайтесь, чтобы это вас не дезориентировало, что делать дальше, эмоции, не очень хороший советчик в такой ситуации, идите за помощью и не стесняйтесь обращаться, не надо проблему вуалировать и прятать ее от других родственников, говорить об этом в первую же минуту садиться на телефон и говорить всем тоже не надо, вы унизите своего подростка, вы же не знаете глубину проблемы на самом деле, у вас есть только подозрения, либо однократный факт, либо неоднократный, даже если факт, в первую очередь это ваше взаимодействие с ребенком, направленное на решение этой проблемы, поэтому побольше спросите его, а что тебе это дало, скажи мне, вот какие эмоции ты получил, какое состояние тебе в этом прельстило, что теперь на сегодняшний день, что ты планируешь дальше с этим делать, и в зависимости от того, что ваш ребенок говорит, уже вот простраивайте стратегию взаимодействия с ним дальше, потому что в конце концов все-таки, как мы уже сказали, в 16-18 лет он должен сам решать, что дальше, но обязательно с вашей помощью все-таки мы помним, что это несовершеннолетний и пока еще и в юридическом плане и чисто в плане социальной ступени его это еще не совсем зрелый человек, поэтому, конечно, быть помощником ребенку, быть ориентиром ребенку, это наша задача, но мы не всегда к этому готовы, наркотики та сфера, наверное, которая очень давно уже существует, но тем не менее на сегодняшний день она остается острой такой проблемой, острой проблемой буквально для всех стран мира. Обычно мы начинаем много об этом думать и говорить и предпринимать какие-то действия, узнавать, когда мы уже столкнемся с проблемой, но тем не менее проследите сами, нет ли на сегодняшний день в вашей семье чего-то такого, чтобы потянуло ребенка на этот эксперимент. недостаточная доверительная база в семье, он недостаточно принимаемый в семье, такой какой он есть, его много критикуют, а может быть родители просто очень заняты и считают, что если обеспечен быт, и ребенок здоров, и сыт, этого достаточно, поэтому тут ответственность на нас в конце концов, но мы тоже не сразу стали взрослыми, и у каждого из нас тоже есть своя модель взаимоотношений с родителями, берите из этой модели лучшее, берите сильнейшее, а тот негативный опыт, если он у вас был, он тоже может быть инструментом в том, как не надо, или в том, как я могу в этом быть другим, более эффективным для своего ребенка, будьте друзьями, но все-таки сохраняйте лидерство, как родители, это формирует ваш авторитет, это его поддерживает, и поэтому, если нет у вас ответов на вопрос ребенка, идите за этими ответами, много для вас таких вот помощников, если какие-то вот ситуации, которые вас очень сильно настораживают, не паникуйте, в первую очередь успокойтесь, и начинайте действовать уже без эмоций на результат, но опять же с сохранением достоинства вашего ребенка, в конце концов, какую бы сферу воспитания мы не взяли, будь то это пагубные пристрастия, будь то это отношение к пожилым людям, будь то это расположение на добрые дела, сколько бы мы ни говорили, мы можем говорить много, но если личного примера дети не видят в своей семье, то мы сами против себя говорим, поэтому развиваться надо не только нашим детям, развиваемся мы, есть у нас слабая тема, есть недоисточник информации, компенсируем, вот это то, что основное, об этом можно говорить много, и об этом уже сказано очень много, и ничего я нового не сказала, но знаете, что самое парадоксальное, что зная все, мы не делаем, и когда приходят на консультацию люди, и потом уже закончена терапия, есть хороший результат, очень часто слышно, мы ведь это знали, но мы ведь это знали, почему мы этим не пользовались, вот это главный вопрос остается, поэтому пользуйтесь тем, что вам дано информации, интернет, специалисты, ваше собственное желание, прежде всего, помощь ваших же детей, они смогут вас сориентировать тоже, вот, тот же самый фильм, который 16-18 лет, попросите их найти какой-то фильм, скажите, что вы мало об этом знаете, давай вместе посмотрим, давай вместе эту проблему, вот как-то вот мне интересен твой взгляд на этот вопрос, помоги мне, помоги мне, и тогда он чувствует себя значимым, к нему обращается за помощью, за поддержкой, поэтому налаживайте диалог, и думаю, что дорогу осилит идущий, это как раз про этот случай, идите на пути к благополучию, вашего ребенка, не бойтесь и не страшитесь ничего, потому что это ваш ребенок, вы знаете, проблема большая, ее много, есть ужасающая статистика, но есть боль, которая только на вашем сердце, боль за зависимость вашего ребенка, поэтому при всем том многообразии, которое есть, не надо думать, что не коснется это вас, надо подумать о том, что я как родитель мог сделать, чтобы это не коснулось моего ребенка, что на сегодня я еще могу предпринять, чтобы мой ребенок сделал правильный выход, как я могу быть компетентным в том, чтобы если мне мой ребенок задаст вопрос, он не увидел растерянного родителя, который вообще не понимает, о чем речь, так только в общих чертах, выстраивайте диалоги и пусть все-таки у вас будут теоретические знания и меньше практических проблем, именно для этого мы стараемся, наш центр профилактики наркомании, очень много специалистов, именно для этого задействованы все учебные учреждения, именно для этого очень много социальной рекламы, именно для этого проводятся фебинары, именно для этого разрабатываются новые программы, мы готовы вам помогать, приходите, консультируйтесь, ну и давайте сохраним наших детей для счастливого будущего, а не для зависимости. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы хотели бы что-то обсудить, возможно вам нужны материалы, еще раз повторюсь, вы можете круглосуточно бесплатно анонимно звонить на телефон доверия Центра профилактики наркомании 8 800 350 00 95 мы готовы, мы рады вам ответить на ваши вопросы. ну а сейчас спасибо всем, кто смог прийти, спасибо за участие, спасибо за то, что вы неравнодушны к этой теме, я верю, что тот, кто хочет иметь счастливое будущее, у того оно будет, у нас все для этого есть, давайте просто мы не будем бессильными, давайте просто не будем пасовать перед этим выражением подросток, что тут сделаешь, трудный возраст, это у него он трудный возраст, для нас он не должен быть трудным, мы родители, мы должны быть к нему готовы, ведь мы же знаем, что это будет, поэтому я желаю каждому из вас быть здоровым, быть благополучным, жить в дружной семье и быть другом своему подростку, я благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания. до свидания.